Ястребы лихо полетели в атаку. 8 бросков по воротам. Николай Лемтюгов и Денис Паршин были близки к успеху. В начале второй 20-ти минутки все изменилось. Барсы за счет силового прессинга надавили на ворота авангарда. На 30-й минуте Оскар Мюллер и Джастина Заведа сыграли быстро и результативно, порадовали своих фанатов. Уверенно стоит наш воротарь. Хорошее нападение. Чувствуется, уверенность обретает от игре этот пепель. 9,5 тысяч болельщиков авангарда верили в победу нашей команды и даже сделали почти верный прогноз. Нам немножко не хватает в тактике. Ждем третьего периода, ждем больше удалений со стороны Акбарса. Думаю, мы их дожмем и сегодня победим. Действительно, в середине третьего периода наша команда вновь завладела инициативой. Барсов как раз подвели удаление. Сначала на 47-й минуте Юрий Александров нашел правильное продолжение атаки. Иван Фищенко бросил, а Михаил Кемпни добил. Буквально через несколько минут лучший игрок матча в нашей команде Александр Черников забил гол-шедевр. Казалось, что соперника дожали. Ребята молодцы. Лезли на ворота, зарабатывали удаление, забивали голы. Вот команда. Взять три очка не получилось. Подвели ошибки. Барсы включили прессинг, выцарапали шайбу, пас на свободного защитника. Доминик Фур неудачно парировал шайбу после броска Владимира Денисова. 2-2. Овертайм на равных. В серии буллитов ястребы уступили. 1-3 по голам и 2-3 в матче. После второй забитой шайбы немножко расслабились, пропустили своего рода сразу же в следующей смене. Будем разбирать ошибки, справляться. Следующий матч у «Авангарда» в четверг. Ястребы сразятся с Тольятинской «Ладой», удивившей в этом туре крупной победой над Борисом. 6-0. Владимир Истомин, Артем Колесников. Антенна 7.